Эксперты опасаются начала медвежьего рынка. Автор бестселлера «Богатый папа-бедный папа» Роберт Киосаки ждет биткоин по 24 тысячи долларов. А Джон Макафи, потерявший криптовалюту, ни о чем не жалеет. Хроника 7 дней в криптоиндустрии в сегодняшнем выпуске. Китай вновь и вновь запрещает биткоин. Курс первой криптовалюты продолжил снижаться на фоне негативных новостей из Поднебесной, потянув за собой остальной рынок. Эксперты заговорили о начале медвежьего рынка. «Похоже, медвежий рынок биткоина подтвержден. Слишком много китов отправили свои биткоины на биржу», заявил глава аналитической компании Криптокуонт Ки Йенчжу. В то же время информационные атаки на первую криптовалюту со стороны Китая кажутся тщательно выверенными. Заявление об очередном запрете было удалено с сайта одного из банков в течение нескольких минут, чтобы уступить место другой новости. Народный банк Китая попросил не один, четыре банка, а также платежную сеть Alipay не участвовать в транзакциях с цифровыми валютами. Кредитным организациям предписано выявлять счета вне биржевых брокеров, которые продолжают проводить операции криптофиат. «Мы разорвем отношения с такими клиентами». Пообещали в банках. Бывший сео биткоин биржи BTC China Бобби Ли намекнул. Дальше больше. Ведь в Китае еще есть, что запретить. «Может быть, через несколько лет последним гвоздем в крышку гроба станет запрет на владение биткоином», – заявил Ли. Возможно ли это? Напиши в комментарии. А мы спросим у экспертов. Подписывайся, чтобы не пропустить прямые эфиры и масштабные онлайн-конференции 4Clock. Роберт Киосаки ожидает дальнейшего падения цены биткоина. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» предупреждает. Мы на пороге крупнейшего краха в мировой истории. А это лучшее время, чтобы разбогатеть. Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Покупайте больше золота и серебра. «Ожидайте падения биткоина до 24 тысяч долларов», – написал Киосаки. В декабре 2020-го предприниматель сумел спрогнозировать рост до 50 тысяч долларов. Некоторые папы определенно не были в проигрыше. Что ждет нас в этот раз? Заходи обсудить динамику цены и факторы, ее определяющие, в телеграм-чат «Форкшоу». Цифровой евро обеспечит лучшую защиту конфиденциальности, чем частные стейблкоины, заявили в Европейском Центральном Банке. Можете не беспокоиться, заверили чиновники. В отличие от компаний, у центральных банков нет коммерческого интереса к хранению, управлению и монетизации пользовательских данных. Да и потребителям комфортнее, когда за сохранность их личной информации отвечает государственное учреждение. Так же стало известно. ЕЦБ провел пилотные испытания оффлайн-платежей с цифровым евро на небольшие суммы. В таких транзакциях пользовательские данные не передаются за пределы кошельков отправителя и получателя средств, а связь между ними осуществляется через Bluetooth. Подобная иллюзиям о защите нашей с вами конфиденциальности полностью растворилась криптовалюта предпринимателя Джона Макафи. Находящийся в испанской тюрьме Макафи сообщил, у него не осталось ни-че-го. США считают, что я припрятал криптовалюту. Я бы хотел, но она постепенно растворилась благодаря многочисленным рукам моей команды, а все остальные активы конфискованы. У меня ничего нет, но я ни о чем не жалею. Прогноз Макафи был известен и не сбылся. Хороших новостей и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова